Привет всем, вы на канале Техноарена. Согласитесь, что выбрать хороший смартфон сейчас довольно сложно, особенно когда дело касается недорогих устройств. Поэтому я решил составить топ 7 лучших смартфонов стоимостью до 100 долларов, обладающих лучшими техническими характеристиками и возможностями при скромной цене. Если этот ролик будет вам полезен и поможет определиться с покупкой нового смартфона, то не забудьте отметить его своим лайком. Также хочу напомнить, что на канале Техноарена регулярно выходят новые рейтинги и сравнения смартфонов и гаджетов, которые могут быть вам интересны. Поэтому подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе лучших смартфонов и гаджетов на рынке и знать, где их можно купить по выгодным ценам. Кстати, стоимость героев этого видео вы сможете посмотреть на сайтах, ссылки на которые будут оставлены в описании. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, а я начинаю. Меньше чем за 100 долларов можно приобрести Xiaomi Redmi 9A, у которого будет 2 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти. Этот смартфон имеет большой IPS-экран диагональю 6,53 дюйма, правда разрешение всего 720 на 1600 пикселей, но стоит отметить, что зернистость проявляется только при очень близком приближении к глазам. А так экран очень приятный, цветопередача с учетом стоимости устройства хорошая, есть автонастройка яркости и ручная регулировка цветовой температуры. Сердцем смартфона является процессор Mediatek Helio G25, который обеспечивает быструю работу интерфейса, приложений и позволяет комфортно играть в простенькие игры. Также стоит отметить, что Xiaomi Redmi 9A имеет неплохую для бюджетного смартфона камеру. Ее разрешение составляет 13 мегапикселей, а функционал камеры имеет поддержку HDR, определение сцен с автонастройкой параметров, а также функцию улучшения. И при хорошем освещении на основную камеру получаются вполне себе неплохие снимки, которые будет не стыдно опубликовать в социальных сетях. Из других достоинств смартфона стоит отметить возможность одновременной установки двух сим-карт и карты памяти, а также аккумулятор, емкость которого составляет 5000 мАч. С таким аккумулятором Redmi 9A может обходиться без подзарядки два дня. В общем, если нужен недорогой смартфон с хорошей автономностью и неплохой камерой, то стоит обратить внимание на Xiaomi Redmi 9A. Продолжает наш топ Honor 9S, у которого 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. За производительность этого смартфона отвечает процессор Mediatek Helio P22. Игровым его точно не назовешь, но с повседневными задачами, просмотром видеороликов, открытием различных приложений и простых игр он справляется хорошо. Также стоит отметить, что Helio P22 – это энергоэффективный процессор, поэтому Honor 9S, несмотря на емкость батареи всего в 3020 мАч, демонстрирует отличную автономность и обходится без подзарядки на протяжении целого дня. Фотосъемка в Honor 9S ведется на 8-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеры. Приложение камеры не отличается функциональностью, но днем на улице смартфон фотографирует хорошо, не уступая по качеству другим смартфонам из этой же ценовой категории. Также Honor 9S может похвастаться возможностью одновременной установки двух сим-карт и карты памяти. И по современным меркам это очень компактный смартфон, диагональ его экрана составляет всего 5,45 дюйма. Правда, у него довольно широкие верхняя и нижняя рамки, но все равно смартфон небольшой и им будет удобно пользоваться даже ребенку. В общем, отличный вариант при стоимости менее 100 долларов, но стоит учесть, что в нем нет сервисов Google. Впрочем, если вам не нужны YouTube и Gmail, то на этот недостаток можно закрыть глаза. Ведь другие приложения и игры можно будет скачивать из фирменного магазина AppGallery. Следующий герой топа – Realme C11. Этот смартфон имеет 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также возможность установки карты памяти. За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор Mediatek Helio G35. Он обеспечивает быструю работу интерфейса и приложения, а также позволит на минимальных настройках графики запустить популярные сейчас игры, например, PUBG или Asphalt. Но не стоит надеяться, что смартфон в таких играх выдаст больше 20-25 FPS, это все-таки бюджетник. Из других особенностей Realme C11 стоит отметить двойную камеру с главным модулем на 13 Мп и датчиком глубины. Функционал камеры довольно широк, есть даже ночной режим и режим эксперта с ручными настройками. Для своей ценовой категории смартфон фотографирует очень хорошо, но стоит понимать, что качество фотографии будет напрямую зависеть от освещения. Из других особенностей этого смартфона стоит отметить аккумулятор емкостью в 5000 мАч, который обеспечит сутки непрерывного просмотра видеороликов и вебсерфинга, или 2 дня работы устройства в сбалансированном режиме без подзарядки. В общем, Realme C11 – это отличный вариант при цене менее 100 долларов. Напомню, что узнать точную стоимость каждого героя этого топа вы можете на специализированных сайтах, ссылки на которые я оставил в описании. ZTE Blade A3 версии 2020 года в первую очередь примечателен наличием NFC-модуля, который редко встретишь среди бюджетных смартфонов. Он очень компактный и легкий, поэтому без проблем поместится в одной руке. Диагональ экрана небольшая по современным меркам, всего 5,45 дюйма, но зато цветопередача неплохая и не наблюдается зернистости. Оборудован этот смартфон четырехъядерным процессором Unisoc и всего одним гигабайтом оперативной памяти. Такое железо не даст поиграть в требовательные игры, но простые игрушки запустятся без проблем. Также стоит отметить, что ZTE Blade A3 работает на Android 9.0 Go Edition, облегченная версия операционной системы как раз для простых смартфонов. Основная камера у смартфона на 8 мегапикселей, она имеет автофокус, поддерживает видеосъемку в Full HD, а также HDR режим и имеет 9 фильтров для обработки фотографий. Днем и при хорошем освещении на этот смартфон можно будет сделать вполне себе неплохие снимки. Что касается встроенной памяти ZTE Blade A3, то ее 32 гигабайта, а при необходимости в смартфон можно будет установить еще и карту памяти. Емкость аккумулятора у смартфона небольшая, всего на 2600 мАч, но учитывая энергоэффективный процессор и оптимизированную операционную систему, такой емкости хватит смартфону на целый день работы без подзарядки. В общем, если нужен хороший бюджетный смартфон с NFC-модулем, то стоит обратить внимание на эту модель. Далее в нашем топе идет Samsung Galaxy A01, у которого 2 гигабайта оперативной и 16 гигабайт встроенной памяти. Пусть вас не смущает маленький объем встроенной памяти, смартфон поддерживает установку карт microSD вплоть до 512 гигабайт. Причем для карты памяти предусмотрено отдельное место, так что не придется жертвовать одной из сим-карт. Сам по себе смартфон очень компактный и легкий, поэтому даже детям будет удобно пользоваться им. Что касается производительности, то процессор Snapdragon 439 в сочетании с двумя гигабайтами оперативки обеспечит быструю работу интерфейса и приложения также позволит запускать простые игры. Что касается камер, то на тыльной стороне находится основной 13-мегапиксельный сенсор, дополненный 2-мегапиксельным датчиком глубины, а спереди имеется 5-мегапиксельная фронтальная камера. При хорошем освещении на этот смартфон можно будет получить вполне себе приличные снимки, которые будет не стыдно выложить в Instagram. Из других достоинств Galaxy A01 стоит отметить, что он имеет отличный для его стоимости экран, обладающий хорошей цветопередачей, а батарея этого смартфона имеет емкость в 3000 мАч, что гарантирует целый день активного использования аппарата без подключения к розетке. В общем, отличный вариант при стоимости менее 100 долларов. Продолжает наш топ Huawei Y5P, у которого 2 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти, а также есть возможность дополнительно установить карту microSD. Компактный размер корпуса позволяет управлять смартфоном одной рукой, а небольшой экран диагональю 5,45 дюйма имеет хорошую для бюджетного аппарата цветопередачу, так что смотреть на нем различный контент будет комфортно. Основная камера смартфона получила сенсор с разрешением 8 мегапикселей. Функционал, как и у всех недорогих смартфонов, скромный, но главное, что есть режим HDR, который обеспечит качественную детализацию снимков в условиях недостаточного освещения. Фронтальная камера у Huawei Y5P имеет разрешение в 5 мегапикселей и умеет подстраиваться под условия освещения, позволяя тем самым делать неплохие селфи-снимки. В плане производительности Huawei Y5P определенно не является монстром скорости с учетом процессора Mediatek Helio P22. Впрочем, для базовых задач и простых игр такого процессора и 2 гигабайт оперативки будет достаточно. Из других особенностей этого смартфона стоит отметить функцию интеллектуального энергосбережения и емкость батареи в 3020 мАч. По заявлениям производителя, смартфон сможет работать более 17 часов в режиме непрерывного просмотра видео. В общем, если вам нужен смартфон в пределах 100 долларов с хорошей камерой и долгим временем автономной работы, то Huawei Y5P станет отличным приобретением. Но стоит учесть, что сервиса Google в нем отсутствует. Завершает топ смартфон Vivo Y1S, на борту у которого 2 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти. Этот смартфон может похвастаться большим экраном с хорошей цветопередачей и узкими рамками, диагональ которого 6,22 дюйма. В настройках экрана имеется защита глаз, так что на таком смартфоне вам будет комфортно подолгу читать и смотреть видео. Основная камера смартфона на 13 мегапикселей, а фронтальная на 5 мегапикселей, и при хорошем освещении на них получаются неплохие снимки. Кроме того, в приложении камеры есть функция улучшения AI Face Beauty. Она улучшает лицо человека на портретных снимках, меняя тон и сглаживая текстуру кожи. Поэтому пользователю потом не придется ретушировать снимки и можно будет сразу публиковать их в соцсетях. Что касается производительности, то за нее отвечает процессор Mediatek Helio P35, который обеспечивает быструю работу интерфейса и запуск приложений. Современные 3D игры смартфон тоже потянет, но не все и только на минимальных настройках. Из других особенностей Vivo Y1S стоит отметить слот для одновременного использования двух сим-карт и карты памяти. Ну а что касается автономности, то благодаря аккумулятору емкостью на 4030 мАч смартфон сможет работать без подзарядки до двух дней в сбалансированном режиме. В общем, Vivo Y1S это отличный смартфон при стоимости менее 100 долларов. Напомню, что в описании под этим роликом я оставил ссылки на различные сайты, где вы сможете посмотреть актуальные цены на эти смартфоны. Жмите палец вверх, если вам понравилось видео и напишите в комментариях, какой из представленных смартфонов вы бы купили себе. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео, и чтобы его не пропустить, подписывайтесь на канал Техноарена и жмите на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!